Карецкие купили путевку в Тунис на семью из четырех человек еще в январе 2020 года. Отдых должен был начаться 1 июня того же года, но планам помешала пандемия. Страны закрылись, а в турфирме сказали, что деньги не вернут, но готовы предоставить путевку, как только путешествия возобновятся. За эти полтора года Тунис так и не открылся, поэтому семье предложили слетать в Турцию. Отдых должен был начаться 31 октября и продлиться до 5 ноября. Этот период в Турции уже считается низким сезоном. Для семьи из четырех человек с двумя маленькими детьми путевка в это время с вылетом из Москвы стоит в районе 50 тысяч рублей, тогда как за отдых в Тунисе Карецкие отдали почти 160 тысяч, но семья с предложенным вариантом согласилась. Мы согласились, потому что мы уже отдали эти деньги и как-то вроде настроились, что все-таки надо съездить и пусть они будут потрачены на отдых. Постановление указывает определенные критерии, определение равнозначности тура. То есть это должно быть определенный перечень соответствующих услуг, перевозка соответствующая, уровень отеля, уровень питания. Все это должно быть одинаково по факту, идентично. Про стоимость в этом постановлении ничего не говорится. Накануне вылета стало известно, что отдых будет на сутки короче, чем заявлено в путевке. Разницу в турфирме обещали компенсировать. Уже в отеле гид предупредил, что вылет домой намечен на 10 утра 4 ноября. Но время может поменяться, поэтому накануне в 8 вечера нужно подойти на ресепшн и уточнить информацию. Днем 3 ноября корецкие отправились на экскурсию, предоставленную той же фирмой, что и путевка. А вернувшись вечером в отель, подошли к гиду, чтобы уточнить время завтрашнего вылета. Но никакой информации в папке не было. И мы еще стоим, так смеемся, говорим, может, нам как-то продлили, может, мы пятого улетаем. И тут я произношу фразу. А, у меня муж говорит, да, вот тут обычно начинаются какие-то приключения. И я так, ха-ха, да мы, может, уже вообще улетели. Ну, я-то что, без задней мысли. И тут так сотрудник ресепшн поднимает голову, смотрит на меня и говорит, ну, вообще, да, говорит, вы уже улетели. Никто нас не искал, никто нам не звонил. Мы точно были в отеле в то время, когда был трансфер, когда приехал автобус. Вот точно были. И сидели в номере на связи, на вай-фай. Следующая ночь стала для корецких кошмаром. Они судорожно искали билеты домой. Прямой вылет в Самару на четверых стоил не менее 200 тысяч рублей. А пересадки предлагали в европейских странах, визов которой у семьи не было. Ну, вот мы каким-то счастьем рано утром, мы всю ночь не спали по очереди, там искали эти билеты. У меня вот муж нашел билеты за 93 тысячи. По возвращению на родину корецкие отправились в офис турфирмы. Там посоветовали решить вопрос в досудебном порядке и помогли составить претензию на адрес туроператора. В течение 10 дней корецким вернули потраченные на билеты деньги, а также компенсацию за сокращенный отдых. Здесь налицо прямая ошибка турагента, ну, туроператора, точнее, в данном случае. И, конечно, в случае, если бы они отказались от получения этих денежных средств и последствия обратились в судебном порядке, то суд, скорее всего, удовлетворил бы их требования. Юристы советуют, прежде чем приобрести путевку, проверить статус туроператора на сайте Федерального агентства по туризму. Там есть единый реестр. Компания должна быть известной и иметь на случай форс-мажора фонд страхования, что тоже отражено в реестре. Особенно важно это учитывать, если подвернулось предложение с большими скидками. Сейчас из-за пандемии долги туроператоров составляют 25 миллиардов рублей, при общем фонде страхования в 7 миллиардов. Есть вероятность, что туры с большими скидками продаются не только потому, что раннее бронирование билетов и отелей действительно проходит с большим дисконтом, а потому что компания пытается закрыть текущие долги за счет поступления от бронирования, которые делают на полгода вперед. Всегда, когда выбираете туроператора, ориентируйтесь на сайт Ростуризма. Огромное количество информационных систем, в которых можно посмотреть и действительно убедиться, действующий это оператор, насколько у него есть обеспечение и можно ли ему доверять. Если туроператор банкротится, об этом информация в первую очередь публикуется на сайте Ростуризма. И, конечно, сейчас, покупая тур, не стоит жалеть денег на страховку от невыезда, но при этом нужно внимательно читать договор страхования и настаивать на том, чтобы в него были включены все возможные опции. Самые распространенные причины невыезда сегодня – это болезнь отдыхающего, локдаун в принимающем государстве и финансовые проблемы у туроператора. По всем этим опциям покрытие стоимости тура должно быть полным. Также страховая компания должна по договору помогать отдыхающим, если кто-либо из них заразился ковидом в отпуске и находится на карантине или в больнице. Здесь нужно решать вопросы размещением при необходимости с больницей и с билетом обратно. По факту, при правильно заключенном договоре все эти расходы и процессы оформления берет на себя страховая компания. Виктория Шарой, Константин Головин, События.